Девушки отдыхают С нами представители СМИ Края выясняли, кто сильнейший в керлинге. В этом году минувшем в предгорный район региона вода пришла уже в марте. Тогда из-за резкого потепления и обильных дождей реки вышли из берегов. В результате под водой оказались 38 поселков. За помощью, в том числе и материальной, обратились 18 тысяч человек. Некоторые не смогли сразу подтвердить свои права на подтопленное имущество, им пришлось пойти в суд. Кстати, учитывая, что в этом году также прогнозируют мощную первую волну паводка, уже сейчас прокурорам Края поручили тщательно контролировать подготовку к наводнению на местах, организацию ледохода, поддержание гидротехнических сооружений, пунктов временного размещения. Особое внимание по итогам прошлого паводка уделят оперативным сводкам о паводке для жителей. А герои нашего следующего материала своих законных квадратных метров ждут уже порядка пяти лет. На днях больше 200 дольщиков Демидов парка стали теоретически на шаг ближе к новоселью. На специальном голосовании они подтвердили, что хотят получить в собственность квартиру в Новоалтайском жилкомплексе. Из-за банкротства застройщиков эта процедура стала обязательной и практически финальной. Но далеко не все дольщики ощущают, что долгострой подходит к концу. С ними встретилась Анастасия Дороган. Пятый год ожидания. Уже смиренно дольщики жилкомплекса Демидов парк ходят на собрания. Сегодня ставят галочку за получение своей квартиры в собственности или против этого. Фиктивная процедура при застройщике банкроте, когда дом почти достроен. А есть ощущение, что все это вот-вот закончится? Вы имеете в виду... Стретий год? Да. Закончится? Закончится когда-нибудь? Свою однушку в Демидов парке женщина продаст. Покупала квадраты для сына, а у него самого уже два ребенка. Пара сзади тоже старалась для детей. Теперь сомневаются в своем выборе. Они из четвертого подъезда. Квартиры еще не видели и увидеть боятся. На слуху список недоделок в первых секциях. То там подтеки, то там не сделано, то там нет выпусков. Будет экскурсия, вы как раз оформите все свои предыдущие. Уже года мы уже ничего не будем оформлять. От этой квартиры не отказываемся. Район перспективный, я думаю, дом сдадут и достроят. Планируем, что там... Как рисовали на картинке, к тому и придем. Дом рассчитан на 765 квартир. На собрании 250 дольщиков. Те, кто включился в реестр требований кредиторов. Они и решают, в каком виде застройщик-банкрот вернет им право на собственность. Деньгами или квартирой. Чтобы перейти к процедуре передачи квартир, у нас на руках должно быть решение дольщиков. О том, что они действительно хотят эти квартиры получить. После этого решения мы сейчас начнем готовить документы в суд. Что просим передать дольщикам, которые включились в реестр, квартиры. С собранием мы приехали, вот смотрим дом. Вообще красавец, да. Валентина Федоровна с супругом купила студию в четвертой секции. Там экскурсии пока не проводят и довольна фасадом. Его еще доделывают, работают и внутри. Женщина привезет сюда дочь с ДЦП. И вместе они решат, оставаться здесь или нет. Ну, дескать, один дом будет. Ну, может, со временем дальше будет этот Демидов парк продолжаться. Или он не будет уже. Но пока в приоритете у дольщиков другое. Въехать в свою квартиру, а большинство все-таки выбрали живые стены. И оформить ее в собственность. К слову, решение суда будет известно через полгода. Еще 500 с лишним человек только ждут эту процедуру. Хотя будущим жильцам обещают сдать дом полностью уже в марте. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. Наши новости. Продолжим. С сегодняшнего дня в Камни-на-Аби подорожал проезд в общественном транспорте, сообщили нашему телеканалу в администрации Каменского района. Стоимость поездки в автобусах выросла на 3 рубля с 20 до 23. Почти на 200 рублей подорожали и проездные билеты. Цена школьного проездного составила 1150 рублей, обычного 1311. Отметим, что транспортные тарифы в Камне не менялись на протяжении двух лет. Кстати, подорожал проезд в соответствии с решением Краевого управления по государственному регулированию цен и тарифов. Напомним, в Краевой столице новые тарифы на проезд в общественном транспорте действуют уже полтора месяца. Между тем, транспортные компании Барнаула подсчитывают первую выручку, полученную за счет роста стоимости проезда. Напомним, с января цена выросла сразу на 25%. Пока барнаульцы ждут, что автобусы станут чище и даже появятся новые, у перевозчиков планы другие. Так куда направят полученную прибыль, узнавала Валентина Аскерова. Пассажирские сидения не выдерживают критики. Сами автобусы проржавели, а под капот даже страшно заглядывать сетуют горожане. Ни для кого не секрет. Изношенность подвижного состава в городе доходит до 80%. При этом стоимость проезда с января этого года увеличили значительно, а в маршрутках на целых 5 рублей. Уже полтора месяца люди ездят по новым тарифам, но автобусы, по мнению большинства пассажиров, до сих пор в убогом состоянии. Автобус вообще просто разваливается. Зашли. Во-первых, запах пахнет вот этим топливом. А во-вторых, ну вот, посмотрите, я не знаю, 25 рублей проезд подняли. За такие деньги я считаю, что это вообще не обоснованно. У салона становится только хуже и хуже, а цены только растут. Транспорта не хватает, особенно это видно по утрам. Ну, как видно, салоны и сам транспорт оставляют желать лучшего. Но приводить городской транспорт – нормальное состояние. Перевозчики пока даже не планируют. На это просто нет денег. В Барнауле 16 компаний-перевозчиков. Их январская выручка по сравнению с декабрьской выросла всего на 6%. Если переводить на деньги, то доход вырос всего на 50-200 тысяч рублей. В зависимости от крупности предприятия. Это ничтожно малая сумма, говорит председатель Барнаульской ассоциации пассажирских перевозчиков Николай Долженко. Среднее увеличение прошло на 6%. А потеряли, как я уже говорил, в прошлом году из-за цен на топливо, потеряли где-то более 30%. Поэтому сегодня вы задавали вопрос, куда эти деньги идут. Пока еще на оплату долгов. Чтобы заменить хотя бы 10% автобусов, нужно 300 миллионов рублей. Таких денег у транспортных компаний нет. По словам Николая Долженко, раньше городская администрация оказывала помощь. К примеру, закупала автобусы и компенсировала затраты по льготникам. Сейчас все издержки всецело на плечах перевозчиков. И привезти в порядок автобусы они смогут, но только в том случае, если стоимость проезда будет не 25, а 35 рублей. Так что порванные сидения, а местами и дырки в полу будут реальными в общественном транспорте Барнаула еще в течение нескольких лет. Валентина Аскирова, Николай Шилко, Андрей Печоркин. Наши новости. А этот факт уже реальность. В этом году четыре выпускника алтайских школ в рамках ЕГЭ будут сдавать китайский язык. Среди них два одиннадцатиклассника из краевой столицы. Почему они выбрали именно язык поднебесный, узнавала Елена Кузовкина. В школьной библиотеке среди множества книг он отдает предпочтение сказкам Салтыкова-Щедрина или произведениям Солженицына. Эту литературу Ян Шандер, ученик 69-й гимназии, читает с удовольствием и даже перед сном. Тоже читает, но не взахлеб то, что написано на китайском. Я иногда читаю новости китайские, ну мне задают, я их читаю. Ну и в принципе литературу, которую репетитор мне выделяет. А из художественного чего-нибудь? Для себя, для души и на ночь? Нет. Почему? Сложновато. Уже четыре года этот парень изучает язык поднебесный, самостоятельно и с помощью репетитора. Считает его столь же перспективным, как и английский. Свой уровень знаний китайского по шестибальной шкале Ян оценивает на четверку. Вот, например, иероглиф «хай». Что означает «хай»? Обозначает «еще». Этот же иероглиф пишется абсолютно так же, обозначает, читается «хуань» и обозначает «вернуть». Этот же самый, только в контексте нужно смотреть. А это уже ученик Барнаульского лицея номер 112 Владимир Шурмаров. В этом году в рамках ЕГЭ он тоже будет сдавать китайский. Язык начал изучать по совету родителей, у которых с азиатскими странами связан семейный бизнес. Владимир серьезно задумался о будущем три года назад. В его арсенале на сегодняшний день несколько сотен иероглифов. Могу поговорить на тему спорта, учебы, путешествий. Самые обычные, которые мы в повседневной. Оба парня в Барнауле задерживаться не планируют. Вова поедет в Питер учиться на Востоковеда. Ян хочет поступить в московский университет и стать дипломатом. Всего желающих сдать китайский в крае оказалось четверо. Но по заверению директоров барнаульских школ, родители уже интересуются, когда язык Поднебесный появится в общеобразовательной программе. Ведь по мнению многих, французские и немецкие, которые сейчас преподают в школах, современному поколению не интересны. Но зато есть педагоги, которых, что касается китайского, пока дефицит. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Дефицита желающих закидать соперников камнями не оказалось. Журналисты сделали это с удовольствием. Ведь кидать камни – одна из главных составляющих абсолютно нового для региона вида спорта. Представители СМИ впервые разыграли кубок. По керлингу Кирилл Политов наблюдал жаркую борьбу на льду. Вместо шариковых ручек – швабры, вместо блокнотов – камни. Вот так журналисты осваивают диковины. Пока еще для Алтая древний вид спорта под названием керлинг. Да, весело. Вы сами смотрите, наблюдаете. Начинает что-то получаться. Заводят в дом. Смотрите, баталии, страсти накаляются. Так что все здорово, всем интересно. Перед стартом нужно обязательно запастись калориями. Их за пять часов игры каждый сожжет не меньше нескольких сотен. Сладкий подарок, как нельзя кстати. Сразу же после самое время собирать и разбрасывать камни. Вас приветствует Союз журналистов. И очень хотелось бы сказать, что всю ночь мы, не попадая в руки, любим вот этот замечательный вкусный торт. На самом деле это не так. Заливка льда, как отдельный вид искусства, с помощью воды создается тот самый керлинговый лед, который не похож на хоккейный. Капли создают бороздки, по которым скользит камень. Главное – притереться к броску. Вам понравилось, конечно, бросать, хоть и не получается, поскольку возраст сказывается, как ни странно. Кости уже не слушаются и суставы. Но тем не менее, игра азартная. Мне прям, мне понравилось. Первый в истории турнир среди журналистов бьет рекорды. Терли лед до дыр шесть команд. Это представители практически всех региональных СМИ. В этом холодном виде спорта, чтобы оставить друг от друга камень на камне, нужно постараться. Важно не просто покатить правильно, но еще и точно попасть. Для усиления дальности есть специальные щетки. Со стороны движения ребят напоминают работу домохозяек. На самом деле я скептически очень относилась. Я думала, это будет неинтересно очень долго. И, ну, в общем, как-то не верила в то, что мне понравится. Но, в принципе, сейчас, сыграв уже первый энд, мне прям очень сильно понравилось. Каменные лица сменились и на улыбки. Такой забавой народа в Шотландии, которая докатилась и до Алтая, участники турнира остались довольны. Правда, сборную сибирской медиагруппы разочаровало лишь одно. Остались вне призовой тройки. Зато, говорят, навыки помытью полов теперь наверняка улучшились. Кирилл Политов, Александр Антропов. Наши новости. Впереди вас ждет прогноз погоды. А пока расскажем об одном из главных финансовых итогов 2018 года. Так вот, речь пойдет о так называемых кредитках. Банки зафиксировали рекордный всплеск интереса к ним. Чем пластик привлекает клиентов, специалисты делятся наблюдениями. Кредитные карты – это не только удобно и комфортно, но и возможность получать дополнительные привилегии. Например, беспроцентный период погашения кредита или возможность возвращать часть от потраченных средств за счет функции кэшбэк. Кэшбэк – это возможность получать дополнительный доход от совершенных покупок. Рассчитываясь наличными, таких бонусов не получишь. Только картой. И в то время как одни карты дают кэшбэк по заранее определенным условиям, некоторые предлагают клиенту свободу выбора. Карта кэшбэк от Банка Восточной позволяет самому выбирать, за какие покупки клиенту вернется максимальное количество средств. Траты на автомобиль, оплата ЖКХ, походы в кафе, покупки онлайн или сразу всего понемногу. Менять категорию можно хоть каждый месяц. Кредитные карты дают возможность самому выбирать, как распоряжаться деньгами. И если вам не хватало именно выбора, обратите внимание на карту кэшбэк от Банка Восточной. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края по-прежнему тепло. В Рубцовске до двух морозов, в Белокурихе из Миногорске плюс один, в Бийске плюс два. В Барнауле ночью ясно и до минус трех, днем пасмурно и около ноля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok